Доброе утро! Время новостей снова в эфире в студии Ольга Сиротинская. Сегодня день рождения у настоящей легенды советского и российского композиторского искусства. С гордостью и особой любовью вспоминаем, что эта прекрасная маленькая женщина еще и наша землячка. Александре Пахмутовой исполнилось 93 года. Символично, что именно сегодня стартует Всероссийский конкурс-фестиваль молодых исполнителей современной песни «Творческая неделя на родине Александры Николаевны Пахмутовой». Мои коллеги совсем скоро расскажут, где можно услышать любимые и такие близкие каждому из нас песни. Кроме того, журналисты МТВ сегодня проводят в первый рейс тепловоз имени почетного работника транспорта России Владимира Николаевича Дергачева. И расскажут о выставке, посвященной тем, кто родился на заре современной России. Все это в наших следующих выпусках, а пока расскажу вот о чем. В следующем году в Волгограде продолжится благоустройство улицы Титова. По итогам открытого конкурса уже выбран подрядчик для проведения работ на четной стороне бульвара в границах между улицами имени Еременко и Таращинцев. В том числе на зеленой зоне между проезжими частями. На территории уложат тротуарное покрытие, смонтируют 40 светоточек, камеры видеонаблюдения и парковую мебель. На зеленых зонах агрономы высадят больше полутора тысяч роз и 600 кустов берючины. Уложат и рулонный газон. Уникальную каштановую аллею пополнят молодыми саженцами этой же породы. Реконструкцию будут проводить в несколько этапов. Напомним, на сегодняшний день завершено благоустройство на бульваре между улицей Еременко и первой продольной магистралью со стороны парка имени Гагарина. Сейчас завершается обновление участка между первым и третьим домами. 11 тысяч саженцев белых тополей в санитарно-защитной зоне Каустика в эти дни высаживают сотрудники предприятия. Площадь нового участка будущей лесозащитной полосы на юге Волгограда почти 9 гектаров. Озеленение территории, прилегающей к промплощадке – очередной этап программы природоохранных мероприятий, которую заводские экологи реализуют совместно с сотрудниками специализированной организации. Задача – уменьшить выбросы парниковых газов в окружающую среду. Один к одному аккуратными рядами на участке санитарно-защитной зоны Каустика зеленеют 3000 белых тополей. Их высадили всего год назад. За это время деревья хорошо прижились и подросли, превысив отметку в один метр. Среди крепких молодых тополей некоторые заводчане узнали те, что высаживали своими руками. Ощущения действительно очень добрые, светлые, непередаваемые, потому что в 2021 году наше предприятие уже высадило часть деревьев. Мы сейчас можем наблюдать, как в такой уже холодный период до сих пор тополя еще находятся в зеленом состоянии. Радует глаз. Перед нами раскинется картина в 2023 году, очень приятная в виде зеленого леса и зеленых насаждений. Приживаемость белых тополей в степной зоне стопроцентная. Должный уход за деревьями – заслуга работников подрядной фирмы. Зеленые насаждения своевременно обрабатывают от вредителей и поливают с помощью современной системы орошения, вносят удобрения. Также специалисты продолжают активно внедрять собственную разработку – интенсивную технологию выращивания. Перед этим поле обрабатывается, максимальный рыхлится на 40 сантиметров, вносится минеральное удобрение и обеспечивается полив своевременный. И также защита растений от болезней и вредителей. Белый тополь зарекомендовал себя на отлично. Не дает пуха, устойчив к холодам и зною. Экологическую программу специалисты Каустика решили расширить. И на втором ее этапе для нового участка озеленения выбрали ту же породу. Теперь обогащать атмосферу кислородом лиственные деревья в Красноармейском районе будут на территории в 11 гектаров. Почти 9 из них озеленят в этом году. Деревья сотрудники экологических подразделений предприятия высаживают и с привлечением подрядчиков со спецтехникой, и самостоятельно, вручную. Мы делаем это в рамках нашей экологической программы, направленной на 2019-2023 год, где мы должны высадить порядка 15 тысяч саженцев деревьев. Это то, что будет видно с новой трассы, которая тут строится, что завод стоит в зелени, утопает в этих красивых молодых деревьях, чтобы был воздух чище и для эстетики. За пять лет тополя в санитарно-защитной зоне, которая граничит с проезжей частью, достигнут высоты более 6 метров. Все это время заботиться о них будут подрядчики. Роскошный лес позволит обеспечить долговечный положительный эффект сокращения выбросов парниковых газов в окружающую среду. Общая стоимость природоохранного проекта предприятия – более 50 миллионов рублей. Екатерина Кудряшова и Александр Шишин. Время новостей. Научиться понимать свои истинные желания, побороть страх перед сценой и как не потерять талант из-за тех, кто не верит в силы новоиспеченного артиста. В Волгоградской консерватории имени Серебрякова прошел мастер-класс «Артист. Путь победителя» от Марии Асачи. Вокальный психолог музыкальной академии Ларисы Долиной рассказала преподавателям и студентам музыкальных образовательных учреждений региона о том, какие психологические установки мешают на пути к успеху. Лейла Джумалиева расскажет подробнее. Блестящее мастерство исполнения завораживающих мелодий и панические атаки при выходе на сцену. Этой ситуации знакомы даже всемирно признанным артистам. Что делать в этом случае? Простым языком, а важным, рассказала Мария Асачи. Более 30 лет музыка – неотъемлемая часть ее души. 20 лет психология – ее любимая профессия. Однажды она поняла, как объединить призвания и увлечения. Мария нашла дело всей своей жизни, а более тысячи артистов благодаря ей получили шанс для построения карьеры. И их талант не затерялся за вуалью страха. Артист – это в первую очередь мышление. То есть 80% мышления – это залог успешной артистической деятельности исполнителя. А 20% – это умений, в том числе, например, вокальных. И как раз-таки как психолог я работаю с этим мышлением. Слияние многолетней практики, как психолога и вокального педагога, помогает Марии раскрывать проблемы ментального здоровья обучаемых. Всего полтора часа помогли музыкантам по-новому взглянуть на свою профессию и осознать, насколько им близко то, чему они отдают время и силы. Валерия Абдуразакова 8 лет обучается игре на фортепиано. Три года посвятила вокалу, теперь планы кардинально изменились. Было очень интересно. Я много нового узнала для себя, сделала выводы. После сегодняшнего урока я как-то пересмотрела многое и решила стать актрисой, например. Потому что сказали, как бороться с волнением, сказали, как много советов дали, которые в будущем мне очень сильно помогут. Музыканты и преподаватели обсудили важность целевого запроса, научились приемам самодиагностики и голосовым практикам, узнали о природе лени, выяснили, где живет страх и какие они – современные инструменты борьбы с ним. Несмотря на то, что я не вокалист, но для меня это очень большая помощь. Просто я же тоже на сцене, и я тоже волнуюсь. Прекрасный психолог, прекрасный педагог. Дети наши просто в восторге, несмотря на то, что возраст разный. Я думала, наши дети не высидят полтора часа. Высидели с огромным удовольствием, задавали вопросы. О том, что мы на сегодня действительно потрясены этой встречей, она по-настоящему вдохновляющая. Она, безусловно, нам очень нужна, как людям творческим, да, и как педагогам, и как артистам, и как будущим звездам. Многие сегодня задумываются о своем истинном пути, правда же? И, наверное, это будет путь к счастью. Возможно, эта встреча станет катализатором прогресса для начинающих артистов Волгограда. Они смогут не только сильнее влюбиться в музыку, но и лучше понять себя. А это поможет еще проникновеннее исполнять произведения и достучаться до чувств каждого зрителя. Лейла Джумалиева, Александр Шишин, Время новостей. Я напомню, все новости вы можете найти и на наших официальных страницах в соцсетях. Делитесь своими впечатлениями, оставляйте комментарии. Также все самое интересное есть на информационном портале mtv.online. Полная коллекция видео доступна на ru-tube.ru. Заходите, смотрите, читайте, будем рады. Подписывайтесь на наш канал. Всего доброго и берегите себя. Сегодня в Волгограде существенных осадков не предвидится. Ветер южный и юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем от 4 до 6 градусов тепла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»